Сообщение за рубежем. В православной Польше состоялось историческое событие. Впервые почти за трехвековой период мощи младенца-мученика Гавриила Белостокского перенесли в его родное село Зверки под Белостоком. С нынешнего года в летний период святые мощи заступника детей и молодежи будут пребывать в Зверковское Рождество Богородичной обители. Подробности из Польши. Уже много лет в районе Белостока до Элиды у храма святого пророка Ильи берет свое начало крестный ход к месту рождения святого мученика младенца Гавриила. Поскольку святой почитается как покровитель детей и молодежи, среди его участников есть и группа ясельного возраста, и те, кто молод хотя бы душой. То есть практически все православные жители Белостока. Правда, многие предпочитают проделать более длинный путь, тогда выходят в крестный ход из дальних селений. В последнее время начал ходить с грудка. Трасса побольше, как бы покаяния тоже побольше получается. И помолиться можно спокойно, потому что здесь очень много людей. Для православного польского человека это великий праздник, тем более для молодежи. Можно посмотреть, сколько молодежи сегодня пришло, чтобы поклониться святому мученику младенцу Гавриилу. Попросить его, чтобы он помог в экзаменах, помог в каком-нибудь жизненном деле. Всегда, когда идешь в зверки, потом ощущаешь, что младенец Гавриил в течение целого года помогает мне. Я становлюсь как будто ближе к нему, тем более, что он заступник нашего молодежного братства. И благодаря этому паломничеству ощущаешь, что его помощь всегда близка. В 1992 году мощи святого мученика младенца Гавриила были переданы Гродинской епархии в Белосток, православным верующим Польши. Тогда состоялся грандиозный крестный ход, в котором на разных этапах принимали участие и встречали его более сотни тысяч человек. В 90-е годы в Зверках, родном селе Святого, началось строительство храма в честь младенца мученика Гавриила, в рамках возрождения Рождества Богородичной женской обители, наследницы Красностокского монастыря. И уже в 90-е была заложена традиция крестного хода из Белостока в Зверки. С тех пор каждый православный верующий в Подлясье хоть раз в жизни принимал участие в этом паломничестве. Хотим поблагодарить Бога за каждый день жизни, за добро, с которым мы встречаемся, и хотел бы попросить благословения на дальнейшую жизнь. В нынешнем году крестный ход перенесли вместе с празднованием памяти святого на одну неделю вперед, так как 3 мая выпала на Страстную Седмицу, Великую Пятницу. Если ранее крестный ход заканчивался в соседнем заблудуе с момента постройки храма младенца-мученика Гавриила в Зверках, шествие имеет конечным пунктом именно Рождество Богородичный монастырь. Сестры обители еще с 90-х ухаживали за ракой с мощами святого в Никольском кафедральном соборе Белостока. И вот наступил исторический момент. Младенец-мученик Гавриил отныне будет пребывать в Зверках, по крайней мере, несколько месяцев в году. Мы переносили эти мощи каждый год, но они возвращались обратно в храм кафедральный. С этого года мы решили, чтобы с праздника весеннего, когда мы празднуем представление, мученическую кончину мученика-младенца Гавриила, до осени, чтобы мощи пробивали здесь. А уже 22 сентября на празднование перенесения святых мощей младенца-мученика Гавриила из Гродно в Белосток, честные останки святого, снова перенесут в Свято-Никольский кафедральный собор города, где они будут пребывать до 3 мая. Затем опять будут перенесены в Зверковскую обитель, и так каждый год. Для паломников из других городов и стран не составит большого труда приехать в Зверки из Белостока и спросить молитвенной помощи младенца Гавриила в воспитании детей и в духовном восстановлении, помолиться о здравии. У меня есть внучка, и она тоже пришла сюда с нами, чтобы младенец Гавриил помогал ей в учебе, в достижении мудрости, быть воспитанной и, главное, здоровой. Мы участвуем в крестном ходе. Это очень важный для нас день и очень важный святой. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», «Польша», «Белосток», «Зверки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова